Всем привет! С вами Кристина и это видео урок о том, как рисовать в фотошопе. Азы для начинающих. Хотя на просторах интернета полно подобного барахла, я решила снять еще один. Итак, приступим. Вот так вот выглядит рабочая область в фотошопе. Это если кто не в курсе. Для начала создадим новый холст. Холст. Новый холст, где мы собственно и будем рисовать. Теперь, самое главное это кисти. Изначально программа предлагает вам 20-25 кистей. Но, как видите, у меня тут творится какая-то хурма и не стоит обращать на нее никакого внимания. Слои. Весь торт заключается в слоях. Вот у вас есть фон. На фоне желательно не рисовать. Ну, просто вот, ну не рисуйте. Нажимаем создать новый слой. У вас появляется слой 1. Затем, таким же образом, создаем второй слой. У нас есть фон. Слой 1 и слой 2. Пример, для чего они нужны. На слое 2, допустим, нарисуем круг. Переходим вниз, к первому слою и малюем другим цветом. Как вы видите, круг не закрашивается. Цвет уходит под этот круг. Теперь создадим еще один слой поверх всех слоев. Ну что, видите, разобрались? Бывает трудно сориентироваться с первого раза, но в процессе работы вы все поймете. Я вновь создала 2 слоя. Первый для эскиза. Я нарисую рандомную тяночку. Все всегда рисуют тяночек. Потому что они до безумия простые. Как табуретки. Обычно я очень сильно заморачиваюсь и создаю для эскиза как минимум 3 слоя. Но в этот раз мы попробуем накидать быстренько. Когда наш эскиз готов, я регулирую прозрачность слоя. Чтобы проще было делать контур. Вы можете с этим легко разобраться. Там есть специальная шкала. У нас будет контурный рисунок. Скажу честно, легче всего делать ровный контур в САИ. В фотошопе для этого дела не предназначен. Векторы не те. Допустим, если художник хочет получить ровный контур, выполненный стандартной кисточкой в фотошопе, то ему приходится задрачиваться несколько часов. Но мы сделаем это быстренько и кое-как. Чтобы покрасить рисунок, я создам еще один новый слой и перенесу его вниз под все старые слои. Тогда наш контур не будет закрашиваться, как я ранее показывала в примере с кругом. Что я могу сказать по поводу цвета? Лично я на колористике собаку съела. И мне трудно объяснить, как правильно подобрать приятный оттенок. У некоторых это возникает само собой, когда раз выше, собственно, как у меня. Большинство просматривает приятный колор у других художников. Или пользуются градиентами. Это уже кто как может. Я пытаюсь сочетать цвета наобум, заранее не могу сказать, что у нас получится в итоге. Вроде тень на дальней половине лица выглядит слишком грязной. А вроде и нет. Короче, не бойтесь экспериментировать. На ошибках учатся. Так. Теперь я попробую другие кисти. Что вообще у меня есть в арсенале? Это мокрая кисть. Смотрится неплохо, но не то. Не то. Кисть для халтурщиков. Стандартные цветочки. Это для тех, кому лень самим все вырисовывать. Пойдет. Пойдет. В кофте я попробую намешать несколько случайных цветов, чтобы работа стала капельку светлее. Хотя ваниль всегда остается ванилью. Ну и доработаю еще парочку деталей. В итоге вот такая 20-минутная тяночка у меня вышла. Как видите, все довольно просто и на нескольких слоях можно создать быстрый нормальный графический рисунок. Так что не бойтесь стыкать на все кнопки и опять же экспериментировать. С вами была Кристина. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...